В этом выпуске Влад Ноздрачев, креативный директор компании СуперЛюди. Анечка Маевская, руководитель отдела продаж компании СуперЛюди. И да, этот выпуск длится час. Больше часа. Больше часа. Час? Больше часа. Больше часа. Час. И да, мы с ребятами вчера с командой сидели и думали, резать этот выпуск или не резать, зачем, потому что вам нравится смотреть короткие выпуски, чтобы там было четко все по делу и так далее. Но это мой канал. И мне решать, как будет тут длиться этот ролик хоть 5 часов. Реально выпуск очень крутой, мы с Владом Ноздрачевым обсудили очень много тем. Я думаю, вам будет очень интересно, поэтому досмотрите этот выпуск до конца и пишите в комментариях, что вы думаете об этом выпуске. Погнали! А вот и Влад Ноздрачев, это человек, который является, ты кто? Ты лицо компании, ты идейный вдохновитель компании, ты директор, операционный директор. Кто ты, Влад, расскажи. Я креативный директор. Я креативный директор, да. Расскажи за саму историю, потому что она очень крутая. Я ее знаю дословно практически с первых дней основания проекта СуперЛюди. Расскажи, как он начинался. А еще, наверное, больше всего и меня, и ребят интересуют. Ты? Ты про себя расскажи. У тебя история очень прикольная. Откуда начать? С детства? Или с... Давай, давай там, когда я начал вообще себя осознавать. Знаешь, что меня спрашивают часто? Влад Ноздрачев, это же человек, который работал в Федерев. А каким образом Федерев, СуперЛюди? Это Влада, это Андрея и вот эта вот история. Давай, наверное, начнем разматывать оттуда. Вообще, как я здесь очутился, с чего все пошло. Когда-то, когда я был маленький, закончил школу, я очень сильно хотел... Я думал, что я хотел быть юристом. И моя мама сказала, что у юристов в жизни все хорошо обычно бывает. И ты точно гуманитарий. Точно гуманитарий. Никаких точных наук тебе не светит. Поэтому ты должен идти учиться на юриста. Но случилось так, что я попал не на юриста, а на политолога, на философский факультет. Где основа была философия. Я 5 лет читал просто философские книжки. Мы с тобой коллеги. Я магистр политологии, государственная служба. Красавчик, красавчик, красавчик. Да, я вот пошел учиться на политологии. Думал, что я закончу в политике. И, в общем-то, буду там развиваться, как-то двигаться, как политтехнолог. Как человек по коммуникациям, по маркетингу, в эту сторону. Ты работал, да, в этом направлении? Да, да. И после окончания я уже на втором или на третьем курсе стал работать. Я попал в политическую партию. И тогда она называлась «Третья сила». Возглавил секретариат партии. Ненадолго, но возглавил. У меня был 21 год. И мне нужно было объединять все региональные ячейки и настраивать взаимодействие между ними. Но в основном я занимался молодежью. Занимался взаимодействием с молодежью и так далее. Потом я попал в проект, скажем так, социальный. И мы построили с коллегами самый большой фонд в Европе по помощи бездомным. Ого. Это происходило под патронатом Черновецкого Леонида Михайловича. Он тогда еще не был мэром. Потом он стал мэром. И мы занимались развитием этого проекта. И там 10 тысяч бездомных получали помощь каждый день. Питались им, восстанавливали документы. Им давали новую работу. И вот это вот все. Это было исключительно про менеджмент, про управление, про агрегацию ресурсов под это все. Как таковой я продукт не сильно трогал. Если честно, все мои родственники, все мои друзья были в шоке вообще. Что был даже случай. Моя мама приехала ко мне в Киев. Вот. И мы идем с ней по вокзалу. И с под стеночки встает аккуратно такой мужичок. Такой, знаешь, интеллигентный пьяница. Такой интеллигентный пьяница. И видно, он уже с вечера там лежит. Я прошу прощения. Это из тех. Влад, здравствуйте. Не обессудьте. Не обессудьте. Здравствуйте. Уважение, уважение. Я думаю, ооо. Ну, то есть, как бы, вот-вот где рассудный авторитет. Говорит, у меня мама была просто в шоке. Она так смотрела. Я говорю, что это такое? А ты откуда? Я полтавчанин. Я родился в Полтаве. Школу закончил в Полтаве. И переехал в Киев. Уже в университет Шевченко. Поступил на философский. В общем-то, окончил его здесь. И это был довольно странный, как бы, странный эпизод жизни. Но очень классный и продуктивный. Потому что школа менеджмента, школа управления. И вообще, давай так, подход, что в жизни происходит, мне именно дала вот это, вот это место, да. Оно мне резкость навело, как вообще мир работает. После этого, ну, промежутком между этим я скитался, искал себе квартиры арендованные, менял места жительства по Киеву. У меня там больше 20 квартир было, где я жил. Я жил в офисах, потому что не было денег ни на что вообще. Я пытался где-то как-то на чем-то закрепиться, до конца не понимая, в чем будет моя специализация и в чем я буду чемпион. Я никогда не трогал предпринимательство как жанр, потому что мне казалось, что это до меня еще далеко. Мне надо к этому дорасти. Я хотел быть частью каких-то команд для того, чтобы этот опыт поднимать. И в какой-то момент после вот этого фонда социального были еще несколько там проектов, были проекты с киноиндустрией, все это было связано с маркетингом, все это было связано с коммуникациями, с вот этой вот всей историей. В какой-то момент я уже, мне когда было лет, наверное, 25, я понял, что получаю удовольствие от создания каких-то решений креативных. Я всегда был креативным, я всегда придумывал, я был амбициозным, я хотел что-то сделать, чего раньше не было, хотел продавливать какие-то вещи. То есть я был драйвером всегда, да. И мне хотелось в этой территории что-то построить, да. Я выбрал себе территорию образования. У меня синдром двоечника, да, да, да. Я постоянно сидел и думал, что мне чего-то не хватает, мне чего-то не достает. Я жутко прогуливал, потому что работал. И вот этот вот синдром во мне как бы остался. И я решил, что я хочу вот туда. Потому что все в образовании это люди, которые недоучились или еще что-то, в общем-то, им не хватало. Сотни бизнес-книжек, каких-то тренингов, прочих вещей. Всего это было много. Я понял, что в каких-то территориях я понимаю лучше, чем представители дисциплин на этом рынке. И таким образом я запустил несколько образовательных ивентов, стал общаться с экспертами этой индустрии и стал, в общем-то, по чуть-чуть трогать эту территорию. Мы познакомились с Андреем Федоровым. Мы познакомились с ним через Женю Чичваркина. Тогда Женя приезжал ко мне на ивент и выступал в хабе. В хабе, где я у Андрея арендовал эту площадь. И мы сделали партнерский бизнесовый проект с Андреем, короткий. Сделали его успешно, заработали денег. И договорились с Андреем, а давай мы, в общем-то, продолжим в какой-то форме работать. Я стал заниматься имиджевой составляющей компании «Федоров». И внутри компании я пробыл там 5 лет, и я прошел все. То есть от того, что я занимаюсь какими-то имиджевыми историями, какими-то отдельными, оторванными от всего проектами, а потом я стал заниматься продажами. Круто. Нью-бизнес-директором. Мне было мало, мне было тесно, мне постоянно хотелось что-то сделать. Мы запускали проект «Факапнайтс», который стал самым успешным вообще форматным проектом среди 180 городов мира дважды, два года подряд. Мы запускали, мы сделали огромный тур «Бренд Фазер». Самый большой маркетинговый тур, очень успешный и финансовый, информационный. Много проектов сделали, и я понял, что я эффективен в продажах. Я хорошо продаю, я неплохо поддерживаю контакт с «Фазерами», что называется, управляющими проектом. И у меня с ними connection, я понимаю, о чем они говорят. Я понимаю бизнес, я понимаю, как он работает, я понимаю, что им нужно, как им построить коммуникацию, у меня есть экспертиза. И я понимаю, что я в среде людей, которые могут это все еще усилить. И лучше, чем я в тот момент, тогда не было человека, и не было такой вакансии, не было такой позиции. Я сказал, все, я буду нью-бизнес-директором. И полтора года или два почти я пробыл в этой роли, комбинируя ее с тем, что я управляю непосредственно проектами. В какой-то момент я понял, что я хочу проект клиенту, я хочу его сделать. И я стал делать проект за проектом, проект за проектом. Я сколотил одну команду, потом вторую, потом третью, потом еще как-то это все менялось. И в итоге мы наделали очень много классных брендов, великих брендов с хорошими, классными, большими результатами. И в процессе работы над стратегиями, маркетинговыми решениями всей этой истории я понял, что я не трогаю на самом деле сам реальный сектор экономики. Что я помогаю ребятам, помогаю людям, но сам я не там. То есть я как будто немножечко, ну, немножечко вот с этого края эксперт. Да, вот с этого только края. Я хотел в реальный сектор экономики, я хотел свой проект, свой бизнес. Я хотел свою машину, которая может развиваться, двигаться. И так как моя тема образования, и я восхищаюсь большими, крутыми дядьками и людьми, которые что-то построили, у них есть какая-то своя философия, свои навыки. И мне хотелось сделать что-то для людей, которые смогут получить эти знания и прийти к такому состоянию. И прийти, условно, к крутизне, да, к супер-крутизне. К супер-людям. Да, да, к супер-людям. Так и получился, собственно говоря, этот проект. После тура бренд-фазер, маркетингового тура авторского Андрея Федорева, он меня побьет за то, что я постоянно коверкаю его фамилию. После курса Андрея Федорева «Папа бренда», да, после того, как мы сделали тур, мы поняли, что запрос на тур настолько высокий, что мы физически не можем его обслужить. Для тех, кто не знает, Андрея Федорева есть физический оффлайн-курс, когда человек выступает на сцене, собирается в каком-то зале какое-то количество людей, но в нем есть потолочная история и по времени, особенно время и ресурсы затратов, и ездить, снимать залы, и вы решили это все перевести в онлайн. Да, да, но тогда мне казалось, что тебе надо просто записать это на камеру, поставить в интернет, и все полетит. Да, 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 это была жесткая штанга и иллюзия абсолютная, да, так как я не понимал, как организовать оргструктуру, я не понимал, как, я понимал, как собрать команду, но я не понимал, как вообще бизнес работает как жанр. Я это все знаю со страниц книжек. Вот, для кого платформа «Суперлюди»? Было 4 аудитории. Аудитория собственных бизнесов, Азер. Это главный идеолог компании, главный идеолог процессов. Он главный стратег, главный экспансионист, то есть это человек, который двигает компанию вперед. И это большой предприниматель, да. Это была первая аудитория. Ему важно понимать, там, широту мышления, раздвигать, видеть новые возможности, видеть новые движения. И это то, что мы ему хотели дать. С курсом по по-брендам мы 100% дали ему это. Вторая аудитория была управляющий топ-менеджмент. Если ты управляешь проектом как управленец, как менеджер, да, тебе надо понимать, там, как структура строится, какие конкретные участки должны развиваться и в какую форму. И мы для него хотели тоже дать этот продукт, которым он может пользоваться, освоить, научить команду, потом контролировать и так далее. Третья аудитория – это специалист узкого толка, маркетолог, финансист, продавец, неважно кто. То есть у кого специализация в руках, он приходит делать одно и то же, он растет, как бы, там, скажем так, вертикально. Разница между предпринимателем и специалистом – это то, что предприниматель развивается горизонтально в разных нишах, там, в продажах, в маркетинге, в финансах. Он должен во всем понимать систему. Вот он, когда он горизонтальный такой, да, он должен по кусочкам везде понимать. Ему не надо на 100% все понимать. Ему нужно базу понимать, да. А специалист развивается вертикально, что называется. Он роет внутрь. Если ты маркетолог, то я осваиваю стратегию, там, digital, SEO, там, перформанс-маркетинг любого толка, и погнал вниз. И у нас получилась такая солянка аудитории, где ты как с целью найти лучшую версию себя, как специалист, либо как владелец бизнеса, да, ты найдешь себе продукт, который тебе нужен в данный момент. И разница, как выбирают курс специалист и предприниматель, в том, что предприниматель, как правило, в какой-то момент начал чувствовать, что ему не хватает компетенции в этой зоне. И он туда хочет зайти, он хочет это попробовать. На эмоциях, на энтузиазме, на чем угодно. Или кто-то его пристыдил на встрече, что он не знает, что такое кэшфло, там, знаешь, и он решил финансы освоить. Бывает разное, да, бывают разные запросы в зависимости от уровня компании и так далее. Специалист не так. Специалист сразу думает о том, как в резюме это будет выглядеть, насколько он прокачает свои ежедневные скиллы по работе над направлением каким-либо. И он думает о том, как выполнить свои цели, которые компания перед ним поставила, и свои собственные, и как бы компании подружить это. Вот эти аудитории у нас и остались. Когда мы, вот я не сказал про четвертую аудиторию, это были студенты. Мы хотели, чтобы студенты, которые вот-вот закончат университет, сразу получали хорошие, прикладные, быстрые знания, чтобы с ними можно было выйти в рынок и быть актуальным. Потому что я что-то не вижу, что после университета ты становишься актуальным. Тебе нужно еще после университета университет, для того, чтобы работу найти. Я думал об этой аудитории. Эта аудитория не платежеспособная. Она очень горячая, очень живая, очень хотящая. И мы для них все еще думаем, как правильно построить продукты. Но у нас есть множество контента, которым помогают осваивать какие-то навыки бесплатного, которые они могут смотреть. Но и специализированные курсы, которые их до профессии доводят. Студентов это академия продаж. Да. А после академии продаж уже можно суперлюди смело. В том числе, да, да, да. И вот мы, концентрируясь на эту аудиторию, и мы хотели двигаться, угодить специалистам и предпринимателям на рынке, для того, чтобы их знания прокачивались. То, что мы с тобой говорили, почему закрываются компании. Ну, уже не учатся. Дайте денег. Знания не надо, просто дайте денег. У меня классная идея, я ничего не знаю. То есть органически еще ничего не выросло. А дайте бабок, дайте бабок. А я не знаю, как это сделать. Предпринимательство это профессия. Такая же, как врач. Такая же, как парикмахер. Такая же, как что угодно или кто угодно. Это профессия, ее надо осваивать, ее надо точить, 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 точить. И не надо путать предпринимателя с управленцем. С управленцем своего бизнеса, операционным управленцем. Потому что это два разных жанра, да. Ты два разных человека, формы мышления. И, кстати, самыми крутыми предпринимателями становятся креативные лидеры. Те, которые придумывают, те, которых как бы пузырь мышления намного больше, да, шире, идеи больше и шире. И бессмысленно ждать от такого человека, что он там таски будет вовремя закрывать или какие-то проекты делать, да. То есть это другое. А вот управленец, это уже такой системный, структурный человек, который может взять любую цель, как бы она абстрактно не звучала, разложить ее на проекты, на дистанцию, подтянуть туда ресурсы, которые нужны, и сделать, реализовать проект. Это два разных. Что у вас сегодня на платформе, какие есть курсы, которые может купить и предприниматель, который владелец, и тот человек, который развивает себя вглубь? У нас есть четыре категории проектов, продуктов, которые мы предлагаем. Первый – это мы назвали это мастер-классы, где топовые предприниматели, такие как Владимир Поперешню, как Андрей Федоров, как Андрей Здесенко и другие ребята, могут рассказать, передать свой опыт в сжатой версии за полтора часа на какую-то определенную тему. У нас есть курс, как расти в кризис, у нас есть курс, как собственнику обращаться со своим персональным брендом, у нас есть, как сделать бренду позиционирование, куда его вообще глобально вести, но это про высокие и тонкие материи. Это не чек-лист. Это нельзя взять это и как бы там пунктики проставить. Люди обычно спрашивают, а что делать, что делать, что делать. Они рассчитывают, что им собственник скажет, как рекламу настроить, понимаешь, в Фейсбуке. Лучшее, что ты можешь научиться у Марка Цукерберга, это не как рекламу в Фейсбуке настраивать, а как он думает. И это как раз для этой категории людей. Второй сегмент продуктов – это конкретные прикладные онлайн-курсы по развитию какой-то компетенции. Например, финансы, продажи, специализация франшизы для тех, кто хочет развивать бизнес вширь или в масштаб. Кто у вас про продажи рассказывает? Ты. Ссылка в описании. Очень классный курс получился на самом деле. И когда смотришь, такие флешбеки, ретроспективы. И, кстати, перед тем, как отстраивать себе отдел продаж, вообще туда идти, для того, чтобы понять, как эта система работает, курс вот прям очень нужен. Если есть мотивация у владельца это освоить, то туда освоить, а потом с экспертом работать. Круто. И тогда ты уже понимаешь, с какой стороны он будет действовать, как он будет подходить к вопросам. Есть курсы по маркетингу, будет курс по стратегии. У нас больше 20 курсов запланировано до конца года. Выход. 19-го. 19-го, да. У нас будет анонсировано почти 20 курсов. Это и базовые, как презентации делать, и как проектным менеджером стать, продуктовым менеджером быть, как YouTube-канал свой построить и развить, и так далее, и так далее. Это гениальная платформа для того, чтобы взять в своей компании, повнедрять курсы суперлюдей, как систему периода адаптации для любого человека, который пришел к тебе на работу. На тебе. Руководитель пришел, курс по созданию отдела продаж для руководителя, маркетинг, стратегия. Очень круто. Привет. Меня зовут Влад Ноздрачев. Я создатель проекта «Суперлюди». И мы сейчас находимся на втором метапе проекта «Суперлюди» прямо в Federive Hub, где у нас традиционно проходят мероприятия. И сегодня мы говорим про продажи. Сегодня Андрей Крупкин выступал первый на метапе. Поделись впечатлениями, как тебе выступление Андрея? Андрей – монстр. Андрей – монстр. Андрей Крупкин, он действительно, несмотря на то, что он довольно молод, он обладает практическими знаниями, которые он каждый день наживает, работая со своими продуктами. И он является руководителем нашего пилотного проекта по построению отдела продаж для компании «Суперлюди». Мы остались очень довольны. И поэтому двигаемся вместе в течение всей жизни нашей компании и так же, как и Андрея компании. Его выступление, как всегда, искрометно, классное и иногда даже пугающее, потому что много откровений для собственников. Оказывается, надо адаптировать продавцов. Оказывается, есть система, как их привлекать. И все это Андрей дает очень структурно, четко, с высоты своего опыта. И мне очень понравилось, что никакие вопросы никого не смущают, потому что 50 кейсов построения отдела продаж – это 50 кейсов построения отдела продаж. Есть у нас второе направление – это Академия продаж. Это наш такой проект, я его называю… Вот у каждого человека есть миссия, вот у меня она тоже есть. И, слава богу, в 29 лет я ее нашел. То есть я четко знаю, что я буду делать всю свою последующую жизнь. Это обучать, трудоустраивать менеджеров по продажам. Такая цель глобальная на ближайшие 5 лет. Я хочу, чтобы менеджер по продажам, сама позиция эта, была настолько же крута, как сегодня у нас айтишники. Вы помните, 15 лет назад все такие были айтишники? Как мы смеялись над ними. А сегодня? С кем уходит самая красивая девушка за баром вечером? А? С айтишником, конечно. И менеджер по продажам где-то там бегают. Вот прям, я считаю, что менеджер по продажам – это невероятно крутая позиция, которая очень сильно недооцененная. 155 выпускников, больше 100 трудоустроенных. Это мы сделали вот за последний этот год. Если вы понимаете, что у вас специфическая специфика, вы тут же проигрываете вообще по всем фронтам на рынке, как работодатель. По одной простой причине, вы сами себя загоняете в вот эту вот специфическую специфику. Главная задача – найти инструменты, если вы хотите получить менеджера по продажам, создать такой период адаптации, который уберет эту специфическую специфику. Иначе вы никогда не выйдете с управления компанией, никогда не станете большой компанией, как корпорацией. Это очень важно. Пример адаптации – вот такой. Это вот один день. Тоже можете сфотать, посмотреть по частям. Нужен ли нам отдел продаж или не нужен нам отдел продаж? Это нормальное, естественное состояние любого основателя и создателя продукта. Потому что мы, как создатели продукта, мы прям в него очень сильно верим. То есть мы сейчас думаем, что мы сейчас выводим на рынок какой-то продукт и понесется. Просто мы будем открывать счета за счетами, деньги будут просто, люди будут в очередь стоять вот так вот вокруг везде. Но часто этого не происходит из-за того, что вы в маркетинг, в рекламу, в упаковку, в сайт, в офис. И такие, опа, где? И ваш менеджер такой, хорошо, если что, набирайте. Выставил счет. Он по-любому оплатит. И такие, ну хорошо, все. И неделю ждем. Они сказали, через месяц придем, через два. Знаете, какая статистика по Киеву? Сколько нужно менеджеру по продажам, который ищет работу, чтобы точно устроиться? Вот как вы думаете, сколько дней? Семь. Четыре, семь. Четыре дня или недели? Недели? И четыре дня тоже не стоит. Три-четыре дня, короче. Ну, то есть я просто говорю, как менеджер по продаже. Ну, то есть, последний раз я снял работу пять лет назад. Я себе сделал, как сейчас помню, не хотел идти сам с собой уже на компромисс, потому что звезда, уже руководитель отдела продаж, который потерял работу. Да? Думаю, сейчас я пойду там по собеседованиям. И вот на две недели я себя расписал, там, не знаю, сколько компаний, 25 посетил по Киеву. Да вот ты же по-любому найдешь работу. Они же все тебе говорят, завтра можешь выходить, завтра можешь выходить. Ну, то есть они выходят. Какая у меня была мысль, да? Так как я не обладаю экспертизой и вот этой солянкой всех вещей для успешного управления бизнесом, мне нужно было найти людей, которые смогут мне это закрыть. Я понимал, что мне это обойдется много денег, у меня там нет опыта, я буду рисковать на каждом шагу. Но я тогда собирал команду людей с рынка, с высокой экспертизой тех зон, которые мне нужны. Я не понимал, как нанять таких людей, я не понимал, как ими управлять, поэтому мне нужна была экспертиза. И ты как раз оказался очень важным звеном в этой всей цепочке. И помимо этого была маркетинговая составляющая, которую мы тоже с рынка привели. То есть вначале компания называлась «Лавка 2 раввина». Мы вдвоем там с сотрудником сидели за столом и окопались экспертами, окопались этой экспертизой. И как-то этот поезд тронулся. Как-то вагончик поехал, запустился и так поехал, что это стало самым продаваемым маркетинговым курсом во всем СНГ. Вы взяли, придумали продукт, вы его упаковали и взяли две экспертизы, которые на сегодняшний день вообще must-have любому бизнесу – это маркетинг и продажа. Маркетинг – это берет ваш продукт и его показывает целевая аудитория, получает лиды, а продажи превращают эти лиды в деньги. Это все инвестируется, развивается, это очень круто двигается. Очень круто. Мы проработали с вами полгода. Миша тоже где-то так, только чуть-чуть больше, плюс еще являлся операционным. Понятное дело, что это как живой организм приобретало разные, разные, разные. Да, какие-то формы и направления. Я помню, в пике у нас там было и 12 менеджеров по продажам, сейчас их немножко меньше, потому что и сами бизнес-процессы менялись, и ваша продуктовая линейка менялась. Расскажи за сегодня, за вашу продуктовую линейку. Когда мы начинали, был один курс папа бренда Андрея Федорева. Что сегодня? Вот мне очень нравится сейчас подход думать так, да, что у бизнеса есть циклы, стадии. Адизис писал, кучу других крутых дядек писал про то, как вообще компания живет и развивается, в каких она состояниях находится. Когда у тебя стартап, тебе нахрен не нужна никакая философия. Ты должен подтвердить, если ты бизнесмен, прежде всего, а не художник, да, то ты должен думать про то, чтобы твоя гипотеза нашла свою нишу в рынке, и ты точно понимал, что это тема, за которую должны хотя бы первые последователи заплатить. Я об этом тогда не думал. Это сейчас я в ретроспективе умный, да, но тогда я как бы не об этом не соображал. И мне хотелось, я же маркетолог, да, мне хотелось, а где же позиционирование, а где же философия, да. То, что мы сразу первое классное сделали, это что мы не назвали проект свой папа бренда, что мы не сфокусировались в монопроект, а мы сделали площадку, да, мы назвали ее суперлюди, и там был папа бренда, и там был один проект. Это было интуитивно, не более того. И да, действительно, 8-9 месяцев у нас был один проект, один монопродукт, по сути, но с двумя задублированными брендами, что забавно, да. И я понимал, что рано или поздно, научившись, нам надо расширять продуктовую линейку, нам надо добавлять философию, нам надо добавлять реальные решения для людей, что они хотят изучать, мы думали в предпринимателей, мы думали в топ-менеджмент, у людей, которые прокачивают свои скиллы управленческие, личные, какие угодно, для того, чтобы, в общем-то, лучше управлять своей компанией и приближаться к территории суперлюдей, что называется, да. И тогда у нас еще не было понимания суперчеловека, мы ее могли интуитивно сформулировать на основе портрета бизнесменов, с которыми мы бренды делали. Ну, когда у тебя большой бизнесмен, гигантский всеукраинский бренд, который есть в каждом магазине, и ты общаешься с собственником этого бизнеса, и ты видишь, как он классно живет, у него крутая команда, он много путешествует, у него много детей, он счастливый человек, в 50, как мальчик, прыгает и скачет, и живой, брызжет энергией, где, где, где это у тебя, отдай мне это. Ну, то есть я вот это хотел жадно получить. И я до сих пор уверен и думаю, что ты как, в общем-то, менеджер или управленец, или эксперт, ты можешь становиться лучшей версией себя в той компетенции, где ты чемпион, там, если ты классный операционный управленец, давай расти в эту сторону, давай становись там чемпионом. Или ты классный маркетолог, давай, 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 лучшая версия себя. Суперлюди – это про лучшую версию себя. Это не про какой-то, какая-то калька, какая-то, знаешь, там, типа Илон Маск, или Стив Джобс, или Джефф Беза. Это классные чуваки, но у них свой путь, они вот такие от природы, да, у них есть как бы набор своих качеств. Но суперлюди – это про лучшую версию самого себя. Не про ролл-модел какой-то, стать таким же, а про лучшую версию себя и постепенное движение туда. Почему? Потому что с 1985 года, с появлением книжки Дейла Карнеги о том, как завоевывать друзей, оказывать влияние на людей, слово «сексес», «успех» получило просто какой-то дурной характер. Это пузырь, в который на сегодняшний день вложено больше трех триллионов долларов. В это слово, это самое дорогое слово в мире. Это слово определяет, в какую школу ты сдаешь детей, о том, как ты ведешь переговоры, как ты выглядишь, куда ты ездишь отдыхать, где ты селфи делаешь, с кем и так далее, и так далее. Потому что так или иначе ты хочешь оставаться вот в этом диапазоне успеха, который там люди привыкли видеть или понимать. Слушай, а вот почему тогда у вас платформа «Суперлюзия», в котором есть разное направление, сейчас мы сюда вернемся, но хочу затронуть ту тему, которую сделал ты, и я считаю, что ты сделал очень круто, потому что я недавно то же самое сделал с моим новым бизнесом, это обклейка автомобилей, перетяжка пленкой, которая вообще для меня новая. Я тоже решил не париться, у меня есть продукт, и я обратился к маркетологам, которые мне трафик настроили, даже к людям, которые мне придумали новый бренд. Почему так не всем поступать предпринимателям? Зачем им покупать онлайн-обучение у суперлюдей и смотреть курсы по продажам? Я там есть, да, курсы по маркетингу, Эд Кузьмин, да, курсы по финансовому менеджменту. Чего им не нанять сразу нас всех и не сделать, как ты это сделал? Это путь. Ты можешь выбрать. Вопрос, в каком ты состоянии находишься. Если ты предприниматель, который в стратосфере и мыслит исключительно там всей шахматной доской, то для тебя, как для такого типажа предпринимателя, когда ты вначале, тебе хочется просто собрать людей с рынка и чтобы они тебе magic сделали, да, но так не работает, к сожалению. Ты не знаешь, как оценить такого эксперта, и ты не знаешь, как его проконтролировать, и ты не до конца понимаешь, какой у тебя должен быть классный результат. Поэтому ты, как собственник, должен понимать, как принцип работы системы. Никто не говорит, что ты сейчас должен взять телефон и сидеть там всем продавать, да, или там маркетинговые стратегии писать. Нет. Ты должен понимать, как работает система, как ее настроить, как взять правильного человека, как его адаптировать, и как ему дать инструменты, дать ресурсы, и как у тебя выглядят внутри процессы. И это про навык собственника видеть, понимать начинку, но ему не надо быть внутри. Ответственность владельца бизнеса – понимать систему и уметь ее управлять. Не делать. Потому что если делать, ты специалист, ты, да, не собственник, ты менеджер в своей компании. И это тупик. Это просто тупик. Ты можешь нанять эксперта с рынка, можешь прокачиваться с ним, он тебя может обучить, может тебе все сделать. Это да, но это просто дороже. Это длиннее. Это ставка на зеро. Еще это осознанность. Да. Добавлю, наверное, от себя. Мне очень понравилось, что ты сказал, что собственник должен точно разбираться. Даже есть люди, которые к нам в бюро обращаются, и даже не понимают, как поставить нам техническое задание. Говорит, я хочу отдел продаж, хочу больше денег, а ты ему начинаешь рассказывать за сам этот процесс. Скучный, ужасный эти внедрения в CRM, это прописывание и изучение этих скриптов. И он такой говорит, да нет, как бы мне больше бы денег. И это очень важно. Да эти денег не надо мне учить. Да, да, да. С вами было очень круто работать, вообще с твоей командой и с тобой. По одной простой причине, я уверен, что это подтвердят те ребята, которые с нашей стороны занимались проектом. Это Евгений Червонный, это Валерия Семенова. Не лезите. Вот, когда ты не лезешь, все хорошо получается у консалтинговой компании. Да, ты лезешь только тогда, когда ты хочешь поделиться своим внутренним состоянием, показать свои какие-то наработки или тот вектор, куда ты хочешь двигать свою компанию. А мы всего лишь подрядчики, которые подстраиваются, но вы никогда не лезли. Собственник должен видеть цели, понимаешь, просто смотри, он должен видеть цели. Ну, то есть он должен мыслить целями, да, что он хочет в конце получить от этого сотрудничества. Я сам из консалтинга, я сам был вот в этом всем диапазоне. Главная причина, почему консалтинговые компании в Украине успешны, вот те, которые успешны, тем, что они занимаются подготовительным образованием собственника. Они начинают его погружать в процесс, который ему нужен. А он не чувствует, что ему нужен. Если ты сейчас возьмешь любую статистику, вот у меня есть свежак, да, ну как свежак, условно, конец 2018 года. 8 из 10 компаний закрывается в первый год существования. Причины. Война на востоке Украины. Неоспоримо, нет вопросов. Бизнес был там, началась война, все, давай, ну, очень объективная причина, почему бизнес закрылся. Вторая причина. Недостаточный спрос. Ну, в смысле? Это означает только то, что ты выбрал неправильную нишу, не построил бизнес-модель, не построил маркетинговую стратегию, и ты просто некомпетентен. Ты выбрал неправильную. Это штанга, это твоя, как собственника штанга. Это не спрос низкий там где-то. Это ты не увидел это место. Это как бы недостаток образования. Второе. Дорогие деньги. Я при всем уважении, то количество частных инвестиций, что называется, private equity, которые даются в стартапы сейчас в Украине не оформленном виде, то есть нет какой-то платформы, где написано, сколько стартапов получили деньги. Но я же нахожусь в бизнесовой среде, я вижу, сколько люди деньги получают, какие, как, что. Денег много, дать некому. Потому что ты, как бы, ну, есть вопросы с тобой, да, потому что ты там, не надо меня учить, дайте мне бабла. И консультанты выигрывают тогда, когда они, собственно, готовят к тому, что будет. Так как я был как бы по другую сторону баррикада, теперь по эту сторону баррикад, со стороны клиента, я понимал, что самое важное в экспертизе – это доверять человеку, который это делает, понимать, как он пройдет этот путь, четко видеть его и не мешать работать. Надо просто свалить и не трогать. И точно понимать, где тебе надо помогать ему ресурсам. И в том числе эксперт тебе скажет, ну, там, ты мне здесь нужен. Ты должен тут вникать, ты должен это понимать. И я за это благодарен, да, я всегда… Ну, смотрите, вы нанимаете человека, вы заплатили ему гонорар. Щедрый гонорар. Это, ну, как бы, недешево стоит. И обычно же как относится? К шарлатанству, да, то есть… Но когда ты с ним проговариваешь дистанцию, и ты понимаешь, как ты построишь с ним проект, какой цели вы двигаетесь, и интересно ли ему с тобой, не заноза ли ты в задницу для него, потому что это может быть токсичный клиент, и он тебе не сделает мэджик, ты можешь ему только мешать. Я предпочитаю отдавать это на откуп. Это риск, на который я иду. Но я принимаю решение о подборе эксперта по кейсам, по его подготовке к моему проекту, насколько он вовлечен и понимает его целостность, насколько он слышит мои цели, да, как я хочу вести компанию, цели моей команды, и насколько он меня погружает в дисциплину и дает мне просто, вот, ну, понятный ворк-фрейм, в котором мы будем жить и работать. И все. И я готов вот руки поднять и смотреть, и наслаждаться, получать удовольствие, да. И вникать только там, где я действительно нужен и могу быть полезен. Это подходит. На самом деле, когда приходит на работу эксперт, либо он уже на работе работает, ему сложно открываться новому опыту. Вот у него есть канва, по которой он действует, ему удобно, комфортно, он с ней сжился, и все. И мне кайф. Но наоборот, как нападение новой школы про что-то, про другое. Одна школа продаж против другой школы продаж. И ты можешь это комбинировать. Сейчас весь мир ушел в коллаборации. Ты видишь все бренды, там, попсовые, которые работают с лакшери. Ты видишь на хипстерском фестивале неожиданно Зиброва, да, там, или еще кого. Ну, то есть, комбинация неожиданных вещей, она сейчас драйвит рынок вообще в целом, да. И она возбуждает потребителя, потому что ему уже все так надоело, ему плохо, да, от этого. И эксперт тоже так должен думать. Он должен делать неожиданные как бы комбинации своего опыта, знания, и не бояться, что кто-то придет и скажет, вся твоя работа это булшит. Потому что это тот момент, когда ты прямо сейчас можешь взвесить это так или нет. Если это нет, можешь это исправить. Потому что все горды, все как бы хотят там, в общем-то, иметь вес информационный. Я их не осуждаю. Это абсолютно классное право, но надо, как бы тамагочи надо кормить. Это велик надо крутить, да. То есть, ты свою экспертизу должен прокачивать постоянно. И то, как мы строим программы и курсы, насколько мы подходим к методологии, ты же не знаешь нашу методологию. Я тебе расскажу, смотри. Мы, вся наша методология, это авторская история. Мы почти полгода разрабатывали, как мы можем делать продукты и программы, чтобы они были эффективны, чтобы ты в конце получал удовольствие. В мире образования самый плохой показатель это недосматриваемость курса. Corsair, чемпион мира по онлайн образованию, абсолютный, они могут похвастаться 15% доходимости до конца. А я могу похвастаться 70% доходимости до конца. Почему? Потому что я подумал, как человек будет двигаться, какими вещами он будет заниматься в процессе курса, как он досмотрит и какой результат у него будет в конце. Для этого мы внедрили тьютера, клиент-сервиса, домашки, проверки домашки, отдельные консультации, метапы. У нас есть чат-боты, называется Суперпендель, который тебя регулярно мочит, чтобы ты проходил, 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 потому что надо быть здоровым человеком. Это же онлайн. Ты же дома в трусах можешь смотреть перед компьютером. И выбирать, когда ты хочешь смотреть. А это когда может не наступить. Это разница от оффлайна, потому что у тебя есть дата, время, место, ты должен туда приехать физически. И ты уже приехал, все, сидишь, ну, как бы и учишься. Там доходимость больше, а в онлайне меньше. Поэтому ты должен построить такую систему, при которой человек может, в общем-то, довести это до конца. И методология построена из, там, почти 12 шагов операционных, начиная с анализа вообще, что на рынке происходит, какие потребности, какие боли, какие вопросы хочет решить человек или наша аудитория конкретно под этот курс. на ее основе строятся гипотезы, берется экспертная комиссия, она формулирует программные моменты, проводится фокус-группа, одной аудитории, второй, третий, видятся все тонкие места, составляется авторская программа совместно со спикером и с суперлюдьми. И потом, в конце концов, получается продукт, который актуальный, в правильном месте, в правильное время и с четкой пользой для этого человека, который может его уже пойти и сделать. И этим мы сильно отличаемся от всего рынка. Я знаю, как бы не хочу никого обижать, не хочу поддавать критике каких-либо там участников образовательного сообщества в Украине и в России и вообще на русскоязычном пространстве, но вот, наверное, Макс Перидонов с металлогии так заморачивается. И мы. Все. Сказать, что это суперценно, честно, нет, потому что основной уровень знания в каких-то темах ну, как бы низкий, да, и ты, как бы, можешь давать базу и база уже очень полезна. Тебе базу просто можно осваивать. Но мы идем еще дальше, еще дальше, на опережение. Никакого брасеточнества, только долгая игра, долгая история. И мы хотим, чтобы эта методология, возможно, мы ее потом через какое-то время сделаем публичной. Берите, пользуйтесь. Если вы хотите делать онлайн какие-то вещи, образование, то берите, пользуйтесь. Так правильно и пошагово. Мы настрадались. Мы потеряли кучу денег на этих программах. Мы объездили всю Европу, ездили в Азию, смотрели, как это все работает там. Мы общались с Америкой, конкретно с Корсерой, с кучей других проектов, как с Линдой, с Udemy, как они делают подходы. Ну, у нас есть этот опыт, и мы оттуда взяли самое ценное, что мы можем сделать здесь, на нашем рынке. Их опыт здесь неприменим. Есть какие-то, точечные штуки, которые мы просто как художники позаимствовали. Но все остальное, это все авторская история. И она рабочая. Она рабочая, об этом свидетельствует показатели доходимости курсов. И об этом свидетельствует высокий уровень НПС, удовлетворенности человека. Влад, расскажи еще, какие у тебя есть проекты, в какой плоскости эти проекты, и как люди, которые смотрят этот влог, неважно, когда завтра или через год, могут найти тебя и предложить тебе свою экспертность в плане того, что устроиться к тебе в команду и делать те дела, которые ты делаешь. Вообще, моя роль во всех проектах, которыми я занимаюсь, я помощник всем своим управляющим людям. И я креативный директор. Это моя роль. Я не лезу в операционный менеджмент в тех местах, где он особенно от меня не нужен. Только когда какой-то кризис, только когда что-то начинается и там есть фокус моего внимания. Но в целом я помощник своим людям и я креативный директор для своих людей. Но чего я хочу для потребителя своего во всех своих проектах, он у меня один и тот же. Это предприниматель. И это их команды. Это вот сообщество людей, которые двигают вообще все вперед. Предприниматели все строят, все развивают, создают рабочие места, не согласны с устоем вещей, придумывают новые проекты, делают продукты лучше, быстрее, выше и так далее. Beta, Harder, Faster, Stronger. Как в одноименной песне Довпанка. И все проекты, которые мы делаем, они связаны непосредственно с этой целью. Для того, чтобы расти предпринимателям и их командам. Неважно, какого толка. Поэтому у нас есть проект Суперлюди, онлайн образование, которое прокачивает. С собственником мы уже поговорили про это. У нас есть общий проект с большим предпринимателем, новатором, Василием Хмельницким. Мы бизнес-партнеры. В этом проекте называется школа Unit School of Business. Ее суть в том, чтобы она находится территориально в центре инновации Украины Unit City. Она вот начала свою работу буквально неделю назад впервые. Там три программы для предпринимателей, которые заходят в бизнес, физически проходят. То есть, это работа физически в группах на 30 человек с экспертами рынка, с предпринимателями, которые конкретно рассказывают, как двигаться на старте. Для тех, кто отстраивает операционку, это вторая программа. И третья, кто масштабируется. Те, кто хотят выходить за рубеж и так далее. У нас партнер в этом проекте это декан стартап-школы из Беркли, Rick Rasmussen, который помогает нам создавать методологию, которая эффективнее всего будет работать для этих людей. Также на базе школы работает два акселератора. Это сектор X для IT-проектов, который попадая школу, заканчивая школу, ты можешь попасть в этот акселератор со своей идеей, получить на это финансирование, увидеть всех венчурных инвесторов во всем мире и получить на свой проект финансирование. Классный акселератор, у нас с ним стратегическое партнерство, мы взаимодействуем. Также на базе школы мы запустили еще один акселератор под названием Index, Industrial Accelerator, где ты можешь построить малое производство. Этот акселератор это завод по производству заводов. И есть вся экосистема для того, чтобы ты отучившись недолго за два месяца перешел в акселерационную программу и запустил свой завод. У Василия Хмельницкого есть целая огромная индустрия по производству чего бы то ни было. У него есть и строительный бизнес, и образовательный, и инновационный, и фарма, и все что угодно. Очень много всяких направлений. И в Белой Церкви есть огромный индустриальный парк, где ты можешь построить свой завод физически. Я как студент прихожу, у меня есть идея или уже запущенный бизнес, масштабировать, расширить с помощью ресурсов акселератора. У акселератора фонд до конца этого года 1 миллион долларов. Мы раздаем деньги тем проектам, которые в общем-то хотят расти. В IT-акселераторе чуть другая система привлечения инвесторов извне, сидраунды и прочие вещи. Но школа это вот цепочка. Ты отучился и остался, это не так. Ты отучился и пошел с нами дальше, 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 и остался в этой всей большой экосистеме. Вот это все делается что бы что? Смотрите, есть три как бы амбиции. Первая, она эмоциональная. Меня раздражает, что к людям, которые хотят зарабатывать деньги или вообще строить какие-то проекты, относятся к каким-то барсеточникам. Это не ок. Ты включи телевизор и там все время бьют бизнесменов. Показывают молодого стартапера. Я видел даже одно шоу на очень известном телеканале, где собирали людей для того, чтобы они в общем-то продали аудитории свои идеи и шоу удало финансирование на эти идеи, где предприниматели просто смешали с грязью. Просто смешали с грязью. А какое может быть отношение к предпринимателям, если тебя на официальных каналах, на больших площадках просто мочат? И это все мои друзья, партнеры, они там присутствуют. И у них есть команды, по 100 по 200 человек работают. Как вообще возможно, когда капитализм абсолютно выиграл 100% мирового рынка вообще как жанр, как все, все заточены в слово сексес, про которое мы поговорили. Именно это драйвит все вперед. Все эти инновации, хорошая медицина, счастливые семьи. Это делают предприниматели. Я хочу, чтобы их уважали. Я хочу, чтобы им помогали. Я хочу, чтобы их признавали. Я хочу, чтобы им было хорошо. И когда им будет хорошо, будет всем хорошо. Потому что, посмотрите, мы в своей компании окапываем и даем кучу условий людей для работы. Они развивают свои проекты. Туда приходят люди работать, кормят свои семьи. Это же добро. Конечно, намного интереснее лампочки в подъездах менять эмоционально. Молодец, герой. Но это в долгу игра. И это надо понимать. Мы так не привыкли. Мы, к сожалению, в капитализме 28 лет живем. В Европе 500, а в Америке 300. То есть мы настолько в первом классе в этом жанре, что мы это еще не чувствуем. И я хочу защищать эту всю историю. Я хочу этих людей выталкивать наверх. Я хочу их двигать в среду, где они могут реализоваться и сделать мир, скажем так, лучше. Как бы это романтично и абстрактно не звучало. Второе. Мы хотим делать бизнес. То есть мы хотим делать бизнес и в реальном секторе экономики, когда человек может построить завод, может построить живое, реальное производственное предприятие и получить от этого, скажем так, получить от этого эффект, как сам бизнесмен, что он реализовывается, при этом создавать те же рабочие места и так далее, и так далее. Для нас это бизнес. И третье. Это мы сообщество хотим. Мы не подражаем никаким клубам. У нас сообщество объединяется одним единственным критерием. Я хочу построить бизнес успешный, большой и зарабатывать деньги. Это циничная цель для каждого предпринимателя, но как следствие всем хорошо. Когда мы перестанем завидовать и будем давать людям возможности развиваться, то всем будет добро. Совершенно точно. Супер, супер гуд. Кого ты ищешь в команду? Каких людей ты хотел бы видеть? Куда они могут стучаться тебе? Потому что он сейчас сидят, смотрят у них, я думаю, сейчас там с ушей уже такая, чуть-чуть, это жидкость какая-то такая разноцветная. Течет, думает, боже мой, что у него за проекты, как это круто, я хочу там работать. Я бы посмотрел этот видос, я бы по-любому куда-то стучался, особенно если я сейчас сидел в своем Запорожье, думал, так, куда-куда. Сейчас вообще очень, я бы так сказал, многие говорят модно, я говорю, нужно искать себе наставника, если твой руководитель компании является еще таким вот лидером и наставником, который тебе может креативно зарядить какую-то идею, еще и дать еще инструменты, то на них надо работать. И даже не спрашивать, какие зарплаты у меня будут, а просто приезжать в Киев, находить таких людей и реально впахивать и работать, чтобы понимать хоть что-то. Я вот тут я хочу сразу как бы принципиальную оговорку, да, люди работают не на меня, а со мной, да, это важно, потому что я стараюсь выстраивать партнерство с людьми. Невозможно, когда ты как управленец в моих проектах или там в любых других проектах с собственником находишься в ситуации, когда он тебе рассказывает, что делать, иначе ты тогда как собственник не выйдешь из этого процесса никогда, да, а твой человек не вырастет никогда. Поэтому я всегда даю миллион свободы, миллион свободы, но требую такую же ответственность, да, и это популярная как бы машина, популярное обещание, но чаще, когда люди такое произносят, ты, конечно, приходишь к ним в бизнес и видишь, как в принципе собственник пишет чек-лист там в 9 утра то сделать, в 11 то, того уволить, того нанять, там согласовать макеты, и они сходят с ума. То есть у нас такого нет. У нас, если ты занимаешь какую-то роль, какую-то территорию, у нас есть отлаженная структура, бизнес-процессы, четкие ожидания, территория действий, все это есть, и человек получает полную свободу и полную ответственность. Но тут есть риск. Часто те, кто хотят большую свободу, они не знают, как ей пользоваться, и им нужно, как бы рамки, да, устанавливать. И я в этом случае работаю как помощник, как эксперт для этого человека. Я могу ему помогать двигаться по траектории, в которой он находится. Это очень важно. И для меня важны люди, которые готовы брать на себя ответственность, которые готовы отвечать за результат и двигать компанию вперед. Это проектные менеджеры, продуктовые менеджеры, это диджитал-специалисты, это IT-специалисты, это продавцы, это, честно, вот нету ни одной специализации, кроме там очень узких, ремесленнических, которые нам не нужны. А вы обучаете внутри компании этим всем профессиям, навыкам? Потому что огромное количество людей, мы же с тобой знаем, мы же находимся на том положении, когда всегда ищем таких специалистов, и рынок, он же ужасный, просто ужасный. Есть категория ребят, которые просто с внутренней энергии что-либо делать, это очень гибкие умы, такие, как пластилины, очень дисциплинированные, готовы работать. Реально, не те, кто говорит, а реально, которые готовы работать 24 часа в сутки. У меня таких в офисе ребят очень много. Обучаете ли вы, есть ли у вас периоды адаптации, чтобы они просто не боялись, стоит ли вообще им стучаться, чтобы не слышать от тебя, ну, извини, чувак, ты не знаешь, от этих вот терминов, ты никогда это не делал, ты вообще этим не работал, чего им делать? Скажем так откровенно, совсем сырых ребят мы не ждем. Сразу нет. Ну, то есть сразу очень интересует опыт какой-то, какой-то рабочий опыт в каких-то проектах с реальными результатами. Он очень важен. Я очень внимательно смотрю, какой человек вообще, на что он гораст, где у него сильная сторона, потому что часто он не понимает, что это не его сильная сторона. Он приходит на вакансию, в котором у него есть опыт, а он в ней, ну, как бы делает ее просто вот потому что там на курсе на каком-то научили. Я стараюсь его адаптировать под систему, ну, его личность, да, что он умеет на самом деле. Я его стараюсь. У кого угодно с наших проектов можно спросить. Они все меняли свою роль так или иначе. Мы их делали гибкими, да. И это наша форма адаптации. У нас есть система. Ты попадаешь к нам в команду. У тебя есть какой-то опыт. У нас есть ожидание на твою специализацию и экспертизу. Мы твою зону ответственности подгоняем под тебя, да, то есть чтобы ты справлялся. А все, что тебе не хватает, мы еще добавляем в ресурс. Потому что, как бы ни было, маленькие проекты или проекты, которые не 20 тысяч человек, да, это проекты со ставкой на людей. Если у тебя команда 20, 30, 40, 50 человек, то ты идешь от людей прежде всего, да. И адаптация человека это самый важный эпизод, да. Чтобы ожидания встретились с реальностью. Чтобы ты не, как бы, не думал, что ты придешь, да, тебе тут, там, дадут какой-то список инструкций, как в банке в каком-то, да. Такую папку ты учишь, смотришь кучу видео и потом как нарезаешь. Нет, так не работает. У нас очень много интеллектуального труда. Да, мы много работаем с вещами, которые мы никогда раньше не делали. И нужно быть открытым в голове для того, чтобы что-то, ну, что-то получилось. Поэтому люди, которые занимаются проектами, организацией проекта, все, что со сферы менеджмента разного толка, от маленьких проектов до более больших проектов, мы таких людей ждем. Мы их помогаем интегрировать, адаптировать, обучить. Мы отправляем их учиться. Некоторых за границу, некоторых внутри обучаем. Мы же все-таки образовательная компания, да. Мы тоже прокачиваем своих людей. И спикеров прокачиваем. И, то есть, рост человека, это для нас, ну, как бы, важные эпизоды. Мы этим занимаемся. Ссылки будут в описании. Переходите на социальные сети Влада и пишите ему в личку. Влад, хочу с тобой работать. Только соберите маленькое портфолио, чтобы у вас были конкретные результаты, чтобы Влад вас не послал домой кушать блинчики. Никого, 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 никого мы никуда, да. На самом деле, на самом деле, пишите все, да. Пишите все, потому что, если у вас есть желание, то мы хотим знать о том, что оно у вас есть. Может быть, вы не сразу, может быть, через раз, может быть, еще как-то, но возможность попасть к нам есть. Я помню, у меня есть два кейса быстро. Парень, который закончил дизайн-институт, что-то там, он мне написал, ему было 18 лет, я хочу быть дизайнером. Нету кейсов, нету ничего, отпустили. Ну, как бы, извини. Второй год приходит. Я уже поработал, у меня получилось. Я сходил на ваши метапы, на ваши курсы, посмотрел ваши все эти истории. Вот у меня есть два кейса. Я понимаю, что сейчас у меня для него ничего нет, и, как бы, я не могу его, да, интегрировать. Он говорит, окей. Пошел еще год, и вот ему 20 лет, и он у нас работает. Он пришел, он добился, освоил, пробил. Все, кто думают, вот таким твиттер-мышлением, нет, мы не сможем взаимодействовать никак. Те, кто строят долгие отношения, видят в долгую, да, вот тех мы ждем, ребят. Этот пацан проявил настойчивость, он проявил усердие, он конкретно рос в своей специализации и дорос до того, что мы с ним теперь можем общаться. Но пока он рос, мы были рядом. Крайний вопрос про наше взаимодействие и продолжим по самому проекту. Насколько бюро продаж, моя команда, оправдали вообще ожидания, когда мы вместе работали? Я буду откровенный, да, мне не с чем особо сравнивать. Я не работал с подобной экспертизой никогда раньше. У меня был опыт сбора, делопродаж, но это был опыт интуитивный, да, эмпирический, скажем так, не по правилам, не по канонам, не по какой-то методологии, поэтому я не могу брать это как релевантное сравнение. Но обычно так, знаешь, это как первый секс, он тебе либо понравился, либо нет, а потом второй, третий, у тебя уже есть как бы почва для сравнения и так далее. Да, это был классный первый секс для меня, да. Почему? Потому что зашли эксперты, у них были в каждом руках дисциплина. Один менеджер, второй тренер, третий слышит меня как владельца, и вот в этой команде была абсолютно прозрачность движения, да, там, скажем, я сейчас могу звучать абстрактно, но если мы говорим там как-то это по форме, то пересказывая, как все произошло, вы пришли, зашли, все увидели, пощупали продукт, поняли, что надо делать, расписали проект, расставили это все поответственно, мы запустили маховик, и я просто получал удовольствие, наблюдая это из-за стекла, да, и в каких-то точечных местах, где вы требовали, я принимал участие, и для меня это прошло мягко, гладко, и для любого владельца, который еще помимо продажам занимается маркетингом, продуктом, управлением, командой, финансами, еще какой-то херней, вы просто снимаете с меня этот головняк, но при этом вы не оставили меня как бы за бортом, и я понимаю всю эту систему, все процессы, и ты меня можешь там посадить, я знаю, какие скрипты, какие, как работает CRM, какой процесс между этим, как клиент должен общаться, как менеджер должен общаться, как их тренировать, как их нанимать, как их адаптировать, то есть я понимаю теперь система, как работает, я ее не делаю руками, есть люди, которые в этом компетентны, они специалисты, вот они это делают, но я понимаю, как их уберечь от ошибок теперь, я понимаю, как их направить в правильную сторону, потому что все равно ты должен там как бы подниматься и смотреть чуть-чуть все, ну вот выше, поэтому для меня это было комфортно дорого комфортно вот но я еще благодарен тому чтобы увидеть не знаю что вас там зацепила так сильно да но я благодарен был того что вы пошли на партнерские условия до что мы работали от результата меня это сильно подкупило и уже на тот момент я не мог себе позволить единоразовые платежи для меня было страшно я как бы подпускаю людей которых я не знаю да и не были бы были нюансы но если мы риски по шарим я готов на этот риск да и вот то что вы пошли ты конкретно пошел ты как владелец при жестков что я готов на этот риск и для меня это был шелчок все я имею отношения с человеком который ну как бы берет на себя эту ответственность и и мне комфортно но у него есть еще команда которую он это интегрировал и тогда был результат очень важно добавлю для тех кто смотрит важная фраза в этих всех предложениях слова риск это риск мы не на всех не за все проекты так беремся подкупила все очень просто подкупила идея которую мы сегодня видим вот прошло полтора года идея развивается растет сейчас людям людям покажем как выглядит офис они все сами увидят хочу познакомить вас с анечкой анечка маевская человек который полтора года назад попала в академию продаж прошла период адаптация работала много времени менеджер по продажам и сегодня ты занимаешь какую должность руководитель отдела продаж супер люди классно я честно говорю когда мы начинали академию продаж вообще сама идея академии продаж это армия обученных классных людей через пять лет с которыми можно делать любое любой проект расскажи пожалуйста в двух словах про себя на мой взгляд и уникальный кейс уникальный в том смысле в том что ты девушка сколько у тебя деток двое детей двое деток две девочки мужа нет но он есть природе природе но ты самостоятельно кормишь семью и почему уникальный кейс я думаю что таких ситуаций очень много у меня мама сама воспитала двух только парней реально без отцов у меня тоже есть отец и ну он потом уже когда мне стало 10 лет он появился в моей жизни так очень плотно и помогал но тем не менее я знаю что такое когда женщина тянет всю семью в чем уникальность в твоей дисциплине в отбитости к сложностям вот эти вот переломные моменты когда даже создавался сам проект супер люди было ж тяжело не все так раз и начали там финансовые планы создавать ты продержалась и за полтора года если так смотреть на наших там учеников у других ребят куда мы трудоустроили в разные проекты слушай ну не все стали руководителями да огромное количество людей даже супер людей ротация кадров происходило куда-то люди уходили что тебя заставляла все это во первых как ты попала в академию и что тебе заставляла все эти полтора года может быть это для кого-то из вас не показатель полтора года там развития но тем не менее какую-то черту какую-то позицию ты заняла не благодаря кому-то благодаря себе своим усилиям своей дисциплине как попала в академию как эти полтора года тебе как ты себя оцениваешь отлично в академии попала совершенно случайно не знала ничего не академии продаж андрея крупкина не у андрея крупкине не вообще о продажах ничего в принципе это было мое третье собеседование после декретного отпуска за младшей и сразу успешно и перед этим кстати было собеседование в бордель киевский где успешно отказал блин там же моя рабочая зарплата хорошая зарплата но соответственно работа не очень по ценностям подходила это было стрёмно ты еще пришла если не ошибаюсь вообще не на позицию даже менеджера продажам я пришла на помощника руководителя вакансию помощник руководителя потому что в прошлой жизни я была руководителем тоже в отделе в госслужбе между прочим людей которых вы не берете в службу вот и пришла на помощника руководителя потом ходе разговора кстати с тобой и с женей у гриля что насчет продаж давай попробуешься я как человек который открытый ко всем предложениям слова давай и в принципе ты первый человек который открыл для меня мир продаж сразу очень интересно стало начала изучать все не все получалось я не знаю первый месяц это было максимально сложно для меня у меня были истерики слезы и я убегала с работы но женя очень сильно поддерживал в тот момент и в принципе через месяц уже начались начало получаться начали идти оплаты и к месяцу третьему уже начала становиться лучшим менеджером все так прошло полгода на позиции менеджером потом тим лид тим лид еще полгода и руководитель отдела продаж все просто самый интересный вопрос тоже для ребят всех кто смотрит каналы спецвыпуски кстати за последние два месяца благодаря спецвыпускам ребята через youtube трудоустроились к тем людям которых мы снимаем спецвыпуски какая антирекордное количество зарплаты ты получала и рекордная почему сравниваю то это 300 раз уже говорил во влоге и общий жесткий противник того что должны быть какие-то фиксированные ставки для менеджер по продажам и вообще никогда не надо настраивается на минимальные зарплаты ты должен либо получить ты можешь получить либо 0 либо сколько-то как у тебя по практике у тебя выходила ну начинали мы с очень маленькой суммы это было первые полмесяца я работал это было около 3000 гривен я получила всего но чтоб понимал я приходила на зарплату 10000 я думала это будет вообще топчик я прям буду вообще в шоколаде максимальная сумма которого получала не знаю насколько индей позволяет мне это говорить нет хорошо если у нее тогда мы не за как это тогда будем так относительно твоих ожиданий в 10 10 тысяч гривен во сколько раз это больше в 10 больше ну все то есть я думаю люди сами себе посчитают опять на один простой вопрос ты получаешь трешку гривен а че ты сразу не ушла куда-то не искать работу как это делают все люди почему тебя не начала упрекать меня человек который брал тебя на работу или там женю очень выше мне обещали будет так а у меня получилось так как-то разговариваешь с собой когда у тебя маленькая зарплата не знаю я стараюсь смотреть на перспективу что дальше ну что по перспективе будет дальше тем более у меня сейчас такая ситуация когда я перешла с менеджера по продажам активного в руководителя и очень сильно упала по зарплате пока на данном этапе я прекрасно понимаю что это так но это нормально потому что я вижу что будет дальше я знаю что я могу сделать и что могу достичь сама говорю с собой абсолютно просто что надо сделать для того чтобы достичь что вот это вот оставлю цель и все и достиг что ты можешь посоветовать ребятам которая смотрит это видео и тоже стоит сейчас перед выбором а что делать куда идти работать стоит ли вообще идти в Академию потому что в Академию мы же там пять дней обучаем и только потом трудоустраиваем как сказал Влад мне очень понравилась сегодня его фраза люди мыслят твиттер мышление у них то есть короткая 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 у нас реально огромное количество ребят не идут в Академии продаж потому что у них идеально есть возражения но там же надо обучаться у нас нет времени что ты можешь посоветовать Это ужасно. Но если у человека нет времени обучаться, то не идите в академию продаж. Если человек не хочет получать и сам управлять своим доходом и достигать карьерного роста, то не идите в академию продаж. Не знаю, однозначно надо идти в академию продаж, если ты человек, у которых есть амбиции, если ты хочешь достичь чего-то в жизни и не просто среднестатистические какие-то показатели, а намного выше рынка стать. И если у тебя есть упорство и настойчивость, это очень важно, потому что очень много сложностей, трудностей будет однозначно, как в обучении, так и потом в работе менеджера. Это постоянный рост. И если человек думает, что через полгода он все выучит и будет идеально продавать, нет, такого не будет. То есть всегда надо обучаться, постоянно. Но это прикольно, это становится образом жизни, и ты потом просто кайфуешь. И ты не знаешь, как можно по-другому. Я видел у тебя пост очень крутой. Кстати, почему ты перестала делать посты? Это моя... У тебя какой-то момент, ты очень крутые начала писать посты и перестала. Это один вопрос. Подумай над ним, пожалуйста, продолжай. Это очень круто. Мне нравится читать твой инстаграм. Здесь, кстати, будет Анечка инстаграм. У тебя был пост и вообще видео ты снимала, как ребенок пришел на работу. Как ты своей дочке объяснила, что такое менеджер по продажам? Честно, первое, почему перестала, это моя зона роста. Я обещаю, я начну. Честно, просто надо взяться. Это как еще одна сфера, куда надо инвестировать свое время, силы, энергию. И пока распределение, к сожалению, не в эту пользу. Но я начну писать. Да, приводила свою старшую дочь на работу, целый день провела здесь. Максимально кайфанул от всего, что здесь происходит. Ну, просто дети, они настолько искренние, она просто бы не притворялась. Она максимально кайфанула и сказала, я хочу тоже быть менеджером по продажам. Она слышала, как я говорю с клиентами, говорит, как ты так свободно говоришь с человеком, которого ты не знаешь. Она думала, что это сверхсила какая-то, просто нереально. Кайфанула и захотела стать менеджером по продажам. Все, поэтому девять. Ну, уже можно понемножечку. Я думаю, надо в Академии продаж сделать для детей какое-нибудь образовательное движение. Это круто. Класс, Анечка, спасибо тебе большое. Я невероятно рад и счастлив, что у тебя все получается. Мне очень приятно смотреть на твой рост, тебя видеть. Наши двери всегда открыты, стучись. Мы реально сделаем скоро проект для руководителей, совершенно бесплатно для тех, кто прошел Академию. Я думаю, что вам помощь от нас всегда будет тоже цена. Я всегда за любое открыто, любую информацию. Мне это очень важно сейчас на данном этапе, потому что работы много и знаний, как всегда, мало. Поэтому надо постоянно их получать. Кто хочет тоже получить образование, знания или компетенции, как управлять отделом продаж, напишите либо мне в личку, либо внизу под этим видео вы можете найти наши контакты. В Академии продаж есть продукт, совершенно бесплатный для тех, кто хочет стать руководителем отдела продаж, но сегодня работает на позиции менеджера по продажам. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы просто делиться с вами нашими наработками, знакомить вас с такими же людьми, как и вы, которые работали менеджером по продажам и стали либо хотите стать руководителем. Создаем маленькое комьюнити, где вы можете общаться, обсуждать насущные проблемы офиса, делиться опытом, знанием и мотивировать друг друга для того, чтобы достигать тех целей, которые ставит перед вами компания. Продолжение следует...